Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! На связи Сергей Панферов, сайт panferov.com Меня давно не было слышно и видно. Дело в том, что мы со своей семьей были в таком небольшом путешествии, где прошлись по историческим местам и привезли кучу-кучу фотографий. Так вот, я так подумал, что многие работают с фотографией и хотят сделать слайд-шоу, либо добавление к какому-нибудь видеоряду. К примеру, я взял программу Adobe Premiere Pro. Дело в том, что много вопросов было именно по этой программе. То есть, как пакетно обработать статические изображения по длительности. Это, в принципе, сейчас у нас лето. Все по курортам, по отпускам фотографируются, привозят с собой по 200, по 300, по 1000 фотографий. И, естественно, каждую фотографию... Ну, к примеру, давайте я выберу... Выбрал вот такие статические изображения с ближайшей папочки своего жесткого диска. Дело в том, что... Давайте вот так обведу, симпортирую в программу. Вот. А те фотографии, которые мы сделали в отпуске, они у меня еще находятся на флеш-карте. В фотоаппарате, да? Вот. И поэтому я покажу на примере вот этих вот изображений. Дело в том, что многие хотят работать с кучей всяких изображений. То есть, вставлять их либо в какой-то видеоряд, где-то там в какие-то места, да? Вот. В виде там перебивок, заставок и так далее. Вот. Либо хотят сделать какое-то динамическое слайд-шоу. В этой программе это очень классно делается. Поэтому, если мы, ну, к примеру, выберем какую-то одну фотографию, вот, она у нас по умолчанию, как бы, ну, вот здесь вот у меня 6 секунд, у вас может быть там 5 секунд, 4 секунды, смотря как вы настроили программу, да? Вот. И если мы хотим сделать все изображения по одной секунде, мы что должны сделать? То есть, каждую фотографию тянуть за краешек, вот сюда вот, на одну секунду. То есть, каждое изображение мы должны перенести, сделать поменьше, да? Вот. Примерно так, как я показал. Но, смотрите, если у вас две сотни фотографий, это займет очень продолжительное время. Поэтому, изначально вы можете уже сделать, то есть, настроить проект именно так, чтобы статичные изображения у вас были уже строго по определенному времени. Понятно, да? Давайте я сейчас удалю это все дело. Если мы нажмем здесь в окне Project на любое статическое изображение, то вот здесь вот есть информация. Вот видим, да, что 6 секунд длительность нашего изображения. Далее. Теперь давайте мы сделаем так. Давайте я сейчас вот это вот все удалю. Через кнопочку Delete, да? То есть, обвел все и удалил. Далее. Мы должны настроить проект. Итак, идем во вкладочку Edit. Выбираем Preferences и выбираем General. Открывается окно. И вот здесь вот мы видим Still Image Default Duration. То есть, статичное изображение, длительность по умолчанию. По умолчанию вот сейчас вот у меня стоит 180 фреймов. Итак, в одной секунде у нас здесь стоит 30 фреймов. То есть, не надо путать это с системой там PAL, SECAM, NTC, да? То есть, в любом случае, то есть, то, что вы хотите, вы получите на выходе все равно. То есть, это у нас шкала таймлайна. То есть, нашей линейки времени для монтажа, да? Это для удобства. То есть, я вам предлагаю сделать вот, оставить именно 30 фреймов, так считать лучше. Если мы 180 разделим на 30, то получаем 6. 6 секунд. Поэтому у нас все изображения по умолчанию длились 6 секунд. Если мы хотим, чтобы все изображения были по умолчанию, длились, допустим, 3 секунды, то здесь мы ставим 90. Понятно, да? То есть, 3 секунды умножаем на 30 фреймов, получаем 90. Ну и давайте мы сделаем 1 секунду, к примеру. То есть, поставим здесь 30 фреймов. Нажимаем ОК. Вот теперь давайте мы посмотрим. Значит, импортируем все изображения сюда. Вот. И смотрим. То есть, нажимаем сейчас на какое-нибудь одно изображение. Мы видим, что изображение длится 1 секунду. Выбираем любой другой файл, статичный файл. Мы видим, да? Что все длится 1 секунду. Далее. Кликаем на первый файл. Спускаемся в самый низ. И через Shift кликаем на последний файл. Далее. Переносим все это на таймлайн. И мы видим, что... Ну, здесь вот деление, видите, 5 секунд у нас. В эти 5 секунд у нас влезают 5 статичных изображений. То есть, каждое изображение у нас длится 5 секунд. Ну, давайте проверим. Кликнем Play. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Все правильно, да? То есть, все изображения у нас длятся по умолчанию по 1 секунде. Ну, естественно, вы можете придать данным изображениям по умолчанию любое время, которое вам нужно. Ну, как бы этим достигается вот такая вот пакетная обработка статических изображений. И экономится очень много времени. Теперь есть еще одна проблемка. Допустим, вы по умолчанию поставили там, ну, 1 секунду, 3 секунды. Ну, пусть 1 секунда, так как у нас, да? Вот. Но, ну, к примеру, 1 секунда для того, чтобы сделать какую-то заставку на видеодорожках где-то, да? Там или перебивочку поставить. То есть, по умолчанию вас это устраивает. Вот. Вы уже сделали какой-то проект. И вдруг вам необходимо там на какую-то из видеодорожек поставить пакет изображений. Ну, допустим, 50 или 100 фотографий. Вот. И вы хотите, чтобы это не как заставка была, а именно как фотография. Чтобы любой из зрителей мог рассмотреть ее, ну, в течение, к примеру, 3 секунд. То есть, изменить вы должны изображение. И уже не в самом проекте. Потому что вы должны оставить это так, как есть. А изменить, скажем, ну, давайте скажем, к примеру, вот эти вот 5 фотографий, да? 5 изображений. Что вы делаете? Если у нас каждое изображение длится по секунде, к примеру, ну, или другое какое-то время, вам нужно его поменять. Что вы делаете? Нажимаете, то есть, выделяете, сколько вам фотографий надо поменять. Либо через shift кликаете, да? Вот видите, я выделил 5 изображений. После этого нажимаем clip. Speed Duration. И вот здесь, вот здесь, вот кликаем на это значение. И его изменяем, да? Ну, к примеру, пусть будет, ну, к примеру, 3 секунды. То есть, ставим 3 с клавиатуры. Нажимаем ОК. Все. Далее. Вот эти изображения, которые у нас выделены, да? Вот смотрите. Ну, предыдущие были по одной секунде. А вот эти, если я на них покликаю, они у нас по 3 секунды. По 3 секунды все. Вот. Теперь я могу через shift это все выделить. Все, весь пакет. И перенести на timeline. Вот. Ну, пусть пока это будет так, да? Вот. Мы видим, что все наши изображения, они уже по 3 секунды, да? То есть, предыдущие у нас были по одной секунде, эти по 3 уже. Вот. Вот таким вот образом достигается пакетная обработка фотографии, которые вы уже импортировали в готовый проект. То есть, это может вам также пригодиться. Ну, что ж. Большое спасибо за просмотр данного видеоурока. На связи был Сергей Панферов. Сайт panferov.com. Пока-пока. До связи. Продолжение следует... Продолжение следует...